правильно ребята вы поняли я купил себе вай фай розетку вчера я пошел и купил вот такой сунов это с 20 серия поставил его и пока его тестирую вот так он выглядит вот такая штука у него на 2200 ватт но это 10 амперный максимум полтора киловатта не больше туда на отсылать потому что ну смысла нет и вот так включаешь он подключается к вайфаю и все начинает работать но на этом я не остановился потому что я хотел взять что-то с ватметром и пошел в магазин как он smart home g называется это не реклама ребята это просто хорошие люди я вам расскажу почему пошел я к ним у них была вот такая розетка я еще не открывал вместе мы ее откроем она стоила 75 лар но он не сказал есть ты будешь брать больше 10 штук то сделаем скидку сделаем ее за 60 лар 60 лар это в районе 22 доллара за одну розетку вот такую она 16 амперная при этом плюс у нее этот как его зовут есть при этом у нее есть ваттметр вот и вот такая штука тоже на количестве тоже будет скидка ну вот такие честно говоря я в китае видел у них на сайте стоят где-то в районе пяти баксов пять долларов чем-то ну скажем 6 долларов плюс еще доставка и так далее но она выходит где-то в районе скажем одна такая штука типа штучно присылать где-то наверное из китая долларов 10 обойдется да здесь велись это ее тоже за 11 долларов можешь купить вот эту штуку скажем вот тогда на данный момент да и есть там будешь покупать в количестве то он те сделает по той же цене ну не по той же цене что в китае ну скажем за доллар 8 сделает он тебе вот такую штуку я купил там поговорил с этим парнем кстати самое смешное было тут ну не смешное прикольная была то что да я зашел и смотрю и этот парень ими вылитый илон маск ну может не такой крупный да но это так на лицо и лоб маска при этом что понравилось что они не хотели меня обмануть так далее да там про насчет всех розеток он не рассказал то что там как там так далее ну я у него взял вот эти две штуки думаю возьму одну вот эту и одну вот такую розетку давайте сейчас откроем покой себе амбоксик вот такая розетка это еще на эти на 16 ампера на вай фай розетка тоже наверное она светится я не знаю пока еще не смотрел и вот такая штука это сейчас я вам покажу в этом вот эта штука больше она для этих как его зовут для кабелей на кабель ты сажаешь ее в кабель входит кабель выходит и здесь посередине это размыкающий только включение отключения у него больше ничего другого нет у него функции но эта штучка на 10 ампер это хорошо есть там например возле рубинника поставить и будет он как бы так сказать это делать ты его вай-фай можешь включать или отключать да но с более такое именно там поговорили разговаривались он мне объяснил там что как там с этим делать что поставь на телефон amazon алексы и так далее ну короче договорить заплатил я за эти штуки и он говорит вот эту штуку тебе в подарок amazon wand честно говоря даже не понял что это такое он сказал что типа ты говоришь туда с алексой можно общаться через это и штрих код сканер и он тебе говорит сколько это стоит я не знаю сколько это штука стоит но кстати можно проверить ее на amazon сейчас зайдем на amazon вот это ничего себе она 31 доллар стоит вы прикиньте тоже 34 бакса обрегинь какую штуку мне подарили 34 бакс я за это за все отдал 34 доллара вот за это и за это вместе 100 лари отдал за это отдал я 75 поштучно у него стоило и это стоило 35 110 и это в долларах есть перевести то что действует ну не знаю ну короче сейчас будем это все тестировать это тоже посмотрим что такое и потом видео еще дальше будет продолжение а штука прикольная в чем то что во первых у нее бар код сканер ты можешь просканировать любую вещь бар код и он добавляет автоматически в этот как там зовут в amazon каталог а во-вторых я настроил розетки и все подключил это в amazon alexis это такая аппликация которая для smart home и так далее и эта штука одна из них и посмотрите что он может turn of the one отключился свет turn on the one свет пришел с помощью этой я просто на задал моим розеткам очень простые имена там т1 будет вот эта штука которая подключил к тройнику это будет rb rw с ваттметром а это r1 короче розетка 1 раз т1 тройник 1 и rv розетка сват ветра все очень просто и легко да так чтоб запомнил и вот эта штука вообще прикольная вещь можно даже спрашивать вот и за везер in tbilisi ну покиньте да и вот такую штуку мне подарили вообще суперская вещь мне она очень понравилась сейчас я вам покажу ребята как я эти розетки а да кстати насчет розеток вот эта розетка с ваттметром а она показывает ваттметр но я вам сейчас покажу значение этого всего вот у меня камера моя приложение используют она другое smart life но в алексис оба приложения можно подключить и через алексис всеми этими управлять розетками вот например розетка rv которая с телефона сейчас зайдем посмотрим на тут ее можно включить и отключить поставить таймер через сколько бы она отключилась поставить тоже ну через сколько и отключиться так далее электричество видите тут потребление семьсот девяносто восемь ватт ну семьсот девяносто восемь да и вольтаж у нее двести тридцать четыре на двадцать вольт больше чем в реальности да сейчас я вам это покажу запомните видите в семьсот девяносто семьсот девяносто восемь ватт сейчас пойдемте вот сюда я ее как раз поставил вот эта розетка и она через этот стоит через ваттметр стоит мой и ваттметр нам показывает 687 значит семьсот девяносто восемь ну 100 ватт короче она обманывает при этом тут она вольтаж у нас он эти 215 вольт а тут он у нас показывает 234 значит на 20 вольт больше из-за того что на 20 вольт больше здесь он показывает вольтаж да из-за этого как раз и выходит так что эта розетка показывает на 100 ватт больше потому что там умножается ампераж на вольтаж и так далее пока получается вот это да это не очень хорошо ребята и не точно но хотя точно мы знаем что вольтаж врет на 20 вольт и можно будет перемножить и так далее вычислить вручную сколько будет более точное потребление но все она как-то то но вот эта штука я очень доволен сейчас давайте я вам покажу как я врезал другую розетку вот именно вот эту даже не розетку а вот такое реле как я его врезал вот она видите ребята она находится между двумя проводами один провод здесь один провод здесь заходит туда втыкается это и вот все она работает без проблем эта штука делается больше для того чтобы ее сажать на рядом например с автоматами или в чем-то да там или прямо на люстру или на такие вещи чтобы можно было вайф через вайфа это все включать или отключать или посажать каждый на автомат для асиков да чем покупать вот такие розетки да наверное на вот вот это sonifer да как раз он та розетка что я вам говорил с 20 вот это первое чем покупать например вот такие более громоздкие этим возле автомата берете вот такую на 16 автомат у нас тоже на 16 сажаете его для этого привинчивается она тоже привинтится к этому и все идеальная вещь стоит прямо возле автомата нажал отключил падание питания с автомата нажал включил да на 16 ампер из такой взять вообще супер будет это кстати на 10 ампер это basic весь какой из этих трех брать у этого ваттметр испорченный ну испорчены что плохо показывает и так далее так что ну брать смысла большого я не вижу пути она обманывает а ради того что включать выключать переплачивать два раза сумму я тоже не вижу этого это нормальная штука ну пока что работает тут у меня но единственное что у нее геморрой с подключением там надо резать провод пополам подключать ее если провод гибкий например да вот это например сухой провод да как если я не знаю как вы знаете да это сухой провод есть еще гибкие провода которые ну вот так это гибкий называется вот так что делает многожильный да многожильные 1 жилье 1 жильные подключать вот сюда легко нога жиль�� больше чем полтора квадрата в сюда не воткнете просто два с половиной квадрата вы воткнете сюда одно жилье но многожильными два с половиной вы что не де потому что там тоненькая так отверстия я стояли полторушку воткнул у него что касается вот этой розетки ну как бы так сказать между этими двумя но единственное что она более громоздкая по сравнению с этой да ну совете это вообще малюсенькая большая и это ну я бы взял бы вот эти все-таки sonora да или вот эти одни из этих двух потому что переплачивать за нерабочий ваттметр все-таки не хочется но все равно ребятам из smart home большое спасибо за amazon вот этот вант такую штуку просто подарить незнакомому человеку это вообще но особенно в грузии это для меня был шок поэтому я рекламирую сейчас бесплатно ничего не платили просто правда молодцы у них все для смарт-хома есть на месте а сейчас ребята алекса торгов иван короче маленький апдейт ребята вчера столкнулся с маленьким этим как его зовут проблемой там следующая вещь что что эти вайфай розетки которые купил я сегодня еще прикупил две штуки вот эти они поддерживают только вайфай 2 и 4 гигагерца да если вайфай будет и 2 и 4 да то они его не будут поддерживать у меня один старый роутер там стоял вайфай вски и они отказались на нем работать и короче мне пришлось сегодня поехать купить вот этот тополинковский dual band он на 24 на 5 гигагерцев да он не самая крутая модель он такая бюджетная модель но все равно пришлось отдать за него 23 24 бакса где-то это выходит дал ну новики в долларах чтобы его купить вы так что учтите это при установке вайфай розеток и при этом при всем там ребята мне сказали есть там много этих вайфай розеток у тебя будет то и роутер соответственно тоже должен быть помощнее и так далее так что этот бюджетный мне пойдет там на несколько розеток да но есть там будешь ставить больше десяти двадцати розеток дата в этом случае я думаю вам понадобится более мощный роутер хотя я не знаю но это со слов тех людей которые продают и занимаются этими розетками на такой вариант так что так а да и кстати эти розетки в тот день что я брал за 35 они стоят 25 лар в другом магазине точно такие санов и да так что на 10 лар дешевле это 25 лар выходит где-то 8 баксов так что как то так там было в районе 12 4 доллара растутся туже так как только обнушите сегодня еще взял там же